Я просто задавал вопрос, что я должен сделать такого, на основании чего меня содержат под стражей. Я не получил ответа. Уголовно-изоляторские приключения Ростислава Малахова, оцененные европейским правосудием почти в 3000 евро, начались в марте 2017-го, после громкого убийства студента КФУ из республики Чад. Тогда силовики проверяли на причастность всех, кто был ранее замечен в проявлениях расизма и национализма. Отсидевший 4,5 года за попытку поджога здания в ТОЦ, автослесарь Малахов оказался в черном списке. Тогда мнение следствия не изменили ни предоставленное видео с работы, ни показания коллег, подтверждающих, что в момент расправы над студентом Малахов трудился на рабочем месте. Даже когда в преступлении признались другие люди и доказательства их вины нашлись неопровержимые, сам Малахов продолжал сидеть в СИЗО. Просто одно обвинение сменилось другим. Вменили часть 1 статью 318, якобы я напал на сотрудника при задержании, хотя такого не было. И 244 часть 2. Это погром на Ново-Татарском кладбище, которого я там даже никогда не был. Нападение на полицейского, участие в секте, которая прекратила существование, ложный донос и погром на кладбище. В итоге к суду обвиняемый подошел, что называется, полностью укомплектованный, с целым букетом разнообразных обвинений. В июне 2019-го Верховный суд Республики все-таки отправил Ростислава Малахова за решетку по одному единственному из всех вышеперечисленных обвинений. Публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Три года колонии строгого режима. Правда, учитывая то, что большую часть этого времени под тем или иным причинам, казанский узник уже отсидел в СИЗО. На свободу Ростислав Малахов вышел менее чем через год. В марте 2020-го. Еще мыкаясь по СИЗО, Ростислав Малахов самостоятельно составил и отправил письмо в Страсбург, как последнюю надежду на справедливость, о которой вскоре успел, правда, даже забыть. Уже больше трех лет, я думал, ну, видать, забыли. А оказывается, они делали запросы, перезапросы, предоставляли российской стороне возможность оправдать свои действия. Останавливаться на достигнутых тысячах евро Ростислав теперь не намерен в его планах получить сумму значительно больше. За причиненный моральный вред, потраченный на адвокатов последние деньги и то, что мог бы заработать, если бы трудился, а не просиживал без дела и не за дело. Молодой человек уверен, теперь побеждать – это его право. И как только деньги будут получены, Ростислав Малахов планирует приступить к осуществлению главной задачи своей жизни, четко обозначенной еще в заключении. Расплатиться с долгами и просто эмигрировать из России. И больше сюда не возвращаться. И ни у кого нет гарантии, что кто-то что-то совершит, и я просто попаду опять под замес.